Жители нескольких домов в центре Переславля-Залесского замерзают в собственных квартирах. Пенсионеры, инвалиды, семьи с маленькими детьми, кутаются в теплую одежду и надеются на окончание весенних заморозков. За помощью они обратились в народный контроль вестей. Подробности в нашем следующем сюжете. Ну 8 градусов зимой. Нормально? Одеваемся, спим в теплых костюмах под двумя-тремя одеялами. И никому не надо. На улице теплее. В прошлый год мы ответ сделал. Терпение жителей на пределе. Отопительный сезон они провели почти без отопления, утверждают люди. Батареи то нагревались до комнатной температуры, то остывали вовсе. В принципе, дома можно ходить, не раздеваясь, как капуста. А уже когда мы вещи постираем ребенку, они будут сохнуть дня два, потому что тепла совсем нет. Оксана Бульбаха вспоминает, 4 года назад, когда они заехали, было так жарко, что приходилось закрывать батареи одеялом. А сейчас здесь можно зимовать только с обогревателем. Вот, пожар. Еле-еле теплый. У нас не было две недели, мы приехали, было на градусник, который у нас показывал, плюс 14. Вот зашли, вот как, что на улицу, что дома. Хотя топли не везде дали. Тамаре Козловой повезло, что ее в квартире сохранилась старая каменная печь. Она и спасала пенсионерку в морозы. Вот только дров заранее не заготовили, не думали, что пригодятся. Он сына попрошу где-нибудь на стройке насобирает, протоплю немножко, а то и замерзало всю зиму. И до сих пор каждое утро у местных жителей начинается одинаково с проверки температуры батарей. Мы январь, февраль, март, вот уже, мы все три месяца мучаемся. Чуть. Я погляжу, отключили. Опять звоню. Погляжу, отключили. Что отключили? Там ремонтируют. Да вы что, всю зиму ремонтируете? Мы застываем уже. Как оказалось, коммунальщики причину заморозков в отдельно взятых домах установили. По их словам, проблема возникла из-за самовольно врезанных в систему отопления подкачивающих насосов. В одном доме с установкой циркуляционного насоса количество теплоносителей через дом увеличивается, проходит за час, допустим, да? А другим достается меньше. Поэтому вот такие проблемы. На данный момент мы сейчас вот на групповом элеваторе устанавливаем уже свои насосы циркуляционные. И думаю, что после обеда будем ходить снимать по домам. Поскольку насосы установлены сразу в нескольких домах, мерзнут все. Администрация Переславля тоже в курсе ситуации и называет установку таких насосов грубым нарушением. Это грубейшее нарушение. И мы, управляющие компании, будем накасывать, однозначно штрафовать. В этом году подготовка будет происходить в достаточно жестком режиме для управляющих компаний. Об этом предупреждены. Будут ходить по подвалам, смотреть, кто врезан, как врезан. Денис Кашурников подчеркивает, о таких нарушениях будет сообщено в жилищную инспекцию. А это уже может отразиться на лицензировании управдомов. Анна Харитонова, Николай Лебедев, Вести Ярославль.